Приветствую, друзья и подписчики! Заранее снять за звук, соседи просто со своим ремонтом уже вот здесь, в печенках сидят. Но так сложилось, что они делают ремонт именно тогда, когда нужно мне снять видео для вас. Продолжаю предыдущее видео новыми покупками. Я уже говорила, что это большая посылка и в ней много разномастных товаров. Поэтому я делаю несколько отдельных видео, чтобы не мешать все в одну корзину. Сегодня такие товары технические и я вам о них расскажу. Я, в принципе, всеми уже попользовалась, у меня все распакованы, но лежат в каждой из своих платежей. Сейчас малость пошелещу, пошелещу. Бравла вот такой вот маленький уровень. Он с дырочками, его можно прикрутить к стене и он будет постоянно на виду, когда вы делаете ремонт, например. Удобная штука. Маленький и удобный. Если нужно что-то горизонтально положить или вертикально отмерить. Очень удобная штука. Ну, как бы ничего не могу сказать. Маленький и удобный. Просто изумительная вещь. Опять же повторюсь, если ссылки сохранились и они активные, я оставлю их внизу. Если нет, тогда оставлю ссылку на магазин, где, собственно, брала это. Вот такая маленькая штучка. Я цену не помню. Я говорю вам, уже прошло достаточно много времени. И этой штукой довольна. Потом были вот такие вот странные фигнюшки. Сейчас появились металлические. Когда я заказывала, они были пластиковые. Я немножко разочарована. То есть я думала, что они все-таки тоже металлические будут, потому что на картинке были металлические. А пришли пластиковые. Такая вот штучка. Ну, выглядит странно, но сейчас попробую объяснить, как она работает. Край мы загибаем вот так вот и вставляем зубчики в отверстие. Вот так вот. Чтобы получился такой кружок, застежка. Вот. Потом вставляем сюда палец. Так у меня получается большовато. Сейчас момент. Вот мне получается на всю застежку надо застежить. Вот так опять же много. Сейчас это должно получиться. Я видела, что кто-то брал такую штуку, у него была металлическая. А мне вот осталась пластиковая. Короче говоря, под мой палец это не настраивается эта штука, она раскрывается. То есть вот я ее закрыла, она раскрылась. Вот. Соединила эти штуки, да, получилась такая штучка. Вставляю палец. Она фактически тут же отлетает, потому что эти пластиковые штуки... Пластик довольно гибкий, он не фиксируется, никак не держится. И вот эти зубчики, которые по идее должны держать его, этот хлястик, они не держат. Короче говоря, вот так это все держится на пальцах. И фишка в том, что вы его так одеваете и потом ножом так чик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, и все у вас порезано идеально. На самом деле вещь довольно неудобная. Вот он раскрылся. Пластик. Ножик идет по пластику довольно трудно. Царапает его. Срезаются такие... Такая стружка с этого пластика. Я разочарована. И вообще я как бы думала, что здесь нужно, ну, хотя бы вот два пальца сюда записывать. То есть держать двумя пальцами. И они будут защищены по всей длине, а не только там, где ногой. Вообщем две штуки, но они мне особой роли не дали. Возвращать, наверное, не буду, потому что уже прошло достаточно много времени. В принципе, они были недорогие. Пусть лежат. А затем... Наверное, с этой начну, потому что напоследок осталось то, чем я разочарована, опять же. Наконец-то пришел. Я думала, что потеряла его где-то. Ну, просто настолько забыла про него. Вот эти скотчи. Черно-белые. Они довольно толстые. Вот тут прям видно. С миллиметров пять толщина намотки. Их здесь десять штук. Они все разные. Я очень довольна. Для упаковки, для подарков, для чего-то такого. Ну, просто обалденная вещь. Если ссылка сохранилась, я оставлю. Но, по-моему, я недавно смотрела. Она уже не очень активная. И взяла еще, тоже появилась новинка. Но сейчас уже... Что-то я не вижу ее в продаже. Вот такая штучка. Коврик. Для чистки чеснока. Ну, как показано на картинке, вы кладете ее на стол. Внутрь засовываете зубчики чеснока. И вот так катаете, засовываете. С них шкурка сладит. Ну, во-первых, вот эта штука, я заказывала ее... Ну, я, конечно, понимаю, что цвет, во-первых, убирается рандомно. Во-вторых, цвет на картинке на сайте может не совпадать с реальностью. Это я все понимаю. Но она должна была быть, вообще-то, изумрудного цвета. А во-вторых, я думаю, вы видите. Вот здесь вот есть такие вкрапления какие-то. Черные такие точки. Вот здесь гораздо лучше видно. Вот они. Это, ладно, это полбеды. Может быть, попала какая-то другая резина другого цвета или... Ладно. Но сама эта штука... Вот, я не знаю, это, наверное, не будет видно. Сейчас попробую на свет как-то. На ней есть коричневые разводы такие по всей поверхности. Вот, я думаю, что видно. Вот они, видите? Какие-то непонятные пятна коричневые. И она вся такая. Вот они. Вот они. Прям разводы видны. Коричневые. Такое ощущение, что ей уже пользовались. И она валялась у кого-то в подвале. Очень грязная, непонятная, какая-то пыльная. Я даже не знаю, как это назвать. Откровенно, какашка. Такая какашка пришла, что... И, по-моему, я смотрела на сайте продавца. А продавец исчез тут же. То есть я ему писала, что товар у вас даже не то, что бракованный. Он не бракованный. Он просто сделан плохо. Ну, очень плохо. И даже не то, что сделан плохо. Ощущение, вот полное, 100% ощущение, что им уже пользовались. Что он грязный. Он грязный. Он... На нем прилипла какая-то гадость. Ну, просто вот. Я не могу ничего больше сказать. Я разочарована. Я этой штукой фактически не пользуюсь. Ну, не знаю. Может быть, если ее с мылом помыть, то... Для чеснока покатит. С внутренней стороны его вывернуть, к сожалению, нельзя. Но с внутренней стороны такого нет, вроде бы. То есть точки черные, они со всех сторон, внутри и снаружи. А вот коричневые разводы, вроде как, только снаружи. Вот. А внутри, кстати, идут такие шершавости. Такие, как бы, ребра, полоски. Не знаю, будет вам видно или нет. Наверное, нет. Ну, хотя, вот видите, там, как бы вдоль, вдоль вот этой штуки, вот так идут полоски. То есть они, типа, должны помогать, ну, слабенько, но видно, вот тут вот, помогать чистить чеснок. Ну, в общем, не знаю. Вот этой штукой я очень разочарована. И здесь даже есть штрих-код и даже есть инструкция и картинка. Ну, картинки, в принципе, и так же логически понятно, но инструкция на китайском. Штрих-код тоже китайский. Зачем он нужен, не ясно. В общем, это самая худшая покупка в этом году. Не столько она не функциональна, сколько относительно на вид. Ну, вот этим я довольна. Очень довольна. Вот такие были китайские покупки. Хорошие и не очень. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. Не пропускайте новых видео. Пока-пока.